Всем привет! Сегодня 26 июля и у нас сегодня обход по городу, комиссия. Собралось несколько обращений от жителей и мы так бегло их пробежим все, чтобы хотя бы вообще понимать о чем речь. Детальнее к ним приступим уже по отдельности к каждому. Это московский квартал и за мной магазин Фора. Люди вот с этих домов просят рассмотреть возможность перекрыть вот этот проезд бордюром, потому что у них была до этого такая парковка внутридворовая, а стал проезд, который с такой большой интенсивностью пользуются все клиенты Форы. На самом деле конфигурация парковки такая, что даже если мы ее перекроем, этот проезд, то намного больше машин сюда не добавится. Но, как я понимаю, людей больше тревожит то, что здесь постоянный транзит автомобилей и они просто колесят прямо внутри двора и я по-своему понимаю людей. Поэтому мы все зафиксировали, посмотрим у себя в отделе, кому принадлежит земля, общегородская она, придомовая или принадлежит тем, кто сдает Форе в аренду помещение и будем принимать какое-то решение. Заодно вот под шумок напишем сначала предписание Форе, что-то сделать вот с этим. Здесь мусор, уже кусты растут с-под фундамента. А по закону благоустройства вот это вот все должны убирать владельцы здания. Также, наверное, сначала просто поговорим с просьбой установить побольше урн вокруг, потому что все выходят эти конфеты, шоколадки, мороженое, все это таким сплошным ковром плавно здесь растянулось внутри двора. Надо установить урны по периметру, хоть немного, наверное, это должно решить проблему. Ну и дорожки, дорожки. Пешеходных дорожек здесь просто нет. Надо составить схему, посмотреть, где это будет удобно. Мы сейчас в Невском, в этом большом лесистом дворе, и здесь запрос на расширение парковки. Вот существующая парковка, карман такой. И здесь есть, в общем-то, место для расширения вплоть до фонаря. Деревья пилить не придется. До окон норма вроде бы выдержана, я это потом проверю. Единственная загвоздка в наличии детской площадки. По-моему, там по нормам парковка должна быть не ближе, чем 20 метров, и здесь эта норма никак не будет выдержана. Чтобы удовлетворить эту норму, отдаление детской площадки от временной стоянки автомобилей, мы, наверное, предложим жителям отодвинуть ближайшие элементы детской площадки на такое расстояние, чтобы норма была удовлетворена. Невский квартал, подъезд номер 6, запрос на пандус. Вот так выглядит сам подъезд. И здесь уже есть пандус для выкатывания мусорного контейнера. И как бы это нелепо не звучало как идея, но есть вариант совместить этот существующий пандус, сделать его пригодным для человека. Человек, выйдя из подъезда, должен повернуть вот сюда, то есть это надо расширить проезд, клумбу куда-нибудь переставить, попадет на площадку, которая должна быть, по-моему, минимум полтора метра, и потом по нормируемому углу, это 8 градусов, если я не ошибаюсь, спуститься уже на горизонтальную площадку. Естественно, должны будут быть поручни. После спуска на коляске здесь должна быть нормальная ровная поверхность, никаких перепадов, чтобы человек мог спокойно поехать либо в одну сторону, либо в другую, чтобы там, где перепад между тротуаром и проезжей частью меньше, вот где-то там, мог спокойно съехать и поехать в любую из сторон. Это пока так бегло на словах, нам придется вернуться, обмерить, достать все нормы и уже вычертить сам проект. Возможно, он будет, конечно, и совсем не такой, как я сейчас рассказал. За мной Невский пятый, пятый подъезд, и здесь запрос на ремонт тротуара и подхода к подъезду. Раскрошенный бетон на площадке для вывоза контейнера. Здесь плиты, где-то торчат с потыкачкой, где-то провалены с ямкой. Там вон залитый давным-давно какой-то бетон, который весь уже растрескался с такими раковинами глубокими. На тротуаре при подходе к подъезду, естественно, тоже плитка уже давно треснула. Где-то вот такие вот провалы с пустотами, где-то арматура торчит. Мы все зафиксировали, составили акт. Есть небольшая сложность, точнее, это большая сложность, что это придомовая территория. И не так просто будет взять, просто с городского бюджета выделить деньги на ремонт этого всего. Но мы попробуем найти какой-то способ, и какие-то ключевые, самые важные места все-таки надо будет сделать быстро. Но вот здесь же в этом дворе пример, как можно нормально починить это все. Просто демонтировали все плиты и закатали ровно асфальт. Это Невский садик, и здесь есть такая дорожка из плит, которая ведет в никуда. Там нет входа в садик, но есть плиты. Так что, наверное, мы их уберем. Цельные плиты используем где-то по городу. Ну и просто останется нормальная красивая зеленая зона. Мы проходили мимо одного коттеджа, и я вспомнил одну идею, которую мы постоянно откладываем. Есть идея возродить в городе конкурс на лучший ландшафт. Причем, наверное, его стоит разделить. Лучший ландшафт среди индивидуальных живых домов и лучший ландшафт среди многоквартирных живых домов. Придумать приз, придумать сроки и сделать такой соревновательный небольшой дух, такой местный у нас в городке. Должно быть прикольно. Это стимулирует будет людей ухаживать за своими участками, за своими дворами. Проезжали мимо, и бросился в глаза такой балкончик. Ну посмотрите, это разве не красота? А всего-то просто белоснежные рамы и кашпо со цветами стоят. В общем, на самом деле не так много надо, чтобы ваш двор, или ваш балкон, или ваш участок придомовой выглядел красиво. Мы сейчас на Вильнюском 4, и здесь жители просят ограничить рух автотранспорта внутри двора. Вопрос здесь в том, что выходя с этого подъезда, или там с любого другого, но доходя сюда, люди вынуждены попадать на проезжую часть, чтобы пройти до детской площадки внутри двора. А как говорят вечером, здесь очень много детей катаются на самокате, на скейтах, на велосипедах, и регулярно создаются какие-то аварийные ситуации с проезжающими автомобилями. Плюс вот здесь кусты, и из-за угла водителю часто просто не видно ребенка. У нас конкретный запрос на то, чтобы перекрыть здесь проезд. Идея в том, что автомобилям не будет надобности гнать оттуда транзитом сюда, или наоборот, оттуда транзитом туда. Но, зная уже такое же подобное место в городе, мы консультировались и с пожарными, и со скорой помощью. При таких тупиках, в теории, возможны очень печально аварийные ситуации, когда проезд будет заблокирован, и просто ничего нельзя будет поделать. Особенно это актуально, опять же, для скорых помощи и для пожарных автомобилей. Мне кажется, перспективный вариант продлить просто тротуар здесь, повернуть, и пройти туда, внутрь двора, до детской площадки. Местные жители говорят, что есть здесь еще одна проблема, что даже продлив здесь тротуар, мы получим вот такую ситуацию, когда автомобили стоят боком на тротуаре, перекрыв практически полностью его. Поэтому, даже продлив здесь тротуар, нам придется предложить установить здесь какие-то элементы, которые будут препятствовать парковке вот прямо на тротуар боком. Может, это эти полусферы, Боварды, может, даже тот же забор пройдет по краю, но что-то придумать надо. Пока я это все записывал, подошло, по-моему, 4 человека, и все как один просят что-то сделать с парковочными местами, что прямо в этом дворе полный ахтунг. С этим некуда ставить автомобили. Вот этот двор, велосипедная дорожка, тротуар, и большая свободная зеленая зона прямо под лесом. И здесь мы можем предложить сделать парковку абсолютно любой длины, на какое угодно количество автомобилей. Причем здесь, как нигде, можно попробовать эту эко-парковку, парковочные решетки, когда сквозь бетон растет трава. Столбы освещения здесь есть, останется только установить видеокамеры, и все будет как на ладони. В общем, это интересный вариант, надо его проработать. Все, друзья, наша комиссия на сегодня закончилась, уже 6.05, я должен был забрать еще час назад ребенка из садика. Пока. Я сейчас в Невском, здесь новая почта, здание суда, и вот такая вот живопись. Он, наверное, пришел, этот человек, и думает, что бы такого нарисовать. И вот тут осенило, а вот нарисую-ка я член, вот такого не было точно еще. Причем он, видите, так с творчеством подошел, не просто нам нарисовал, а даже вот какой-то сюжет рассказал, какая-то история в этом, в общем, есть. Куда-то там сама композиция уходит у нас так по кругу ствола. Я, ну, честно затрудняюсь найти логику в этом. Это либо девушки рисовали, там, только достигшие какой-то полового созревания, ну, либо это какой-то скрытый гомосексуализм, я не знаю. Не знаю, как это объяснить. Спасибо. Спасибо.